У нас с вами очередная лекция по монтажу и эксплуатации бурового оборудования. И сегодня она будет посвящена преимущественно такой части, которая вроде бы напрямую не связана с непосредственным буровым оборудованием. Это конструкция буровой либо кустовой площадки. Правильнее, как сказать, напрямую они может быть и связаны, но буровая либо кустовая площадка сама по себе не является элементом бурового оборудования. Но в рамках этого курса мы всегда ее рассматриваем, рассматриваем, какие бывают буровые и кустовые площадки, чем они отличаются, каковы принципы их построения. И это делается для того, чтобы у вас было, опять же, общее представление о том, как правильно размещать оборудование, какими документами мы регламентируемся, какими правилами и от чего основные эти моменты зависят. Итак, что касается кустовой площадки, то здесь моменты какие, на чем я хотел бы акцентировать ваше внимание. Что сами по себе кустовая площадка, она представляет собой не что иное, как какой-то объем отчужденной территории. И на этой территории размещается оборудование. То есть сначала буровое оборудование, потом, когда мы пробурили скважины, убрали их, все оборудование оттуда буровое, там размещается нефтедобывающее оборудование, подготовительное оборудование. И мы уже там производим манипуляции подготовки, предварительной подготовки нефти к транспорту, там нефть или бы газы и так далее. Сама по себе кустовая площадка, в ней нету никаких изысков, то есть таких, что она должна быть в виде кругляшка, треугольничка, либо еще чего-то сделано. Она обычно делается прямоугольного вида, либо прямоугольного, либо квадратного, в зависимости уже от количества пробуриваемых скважин. И, собственно, если говорить о кустовой площадке, то основные моменты, которые относительно нее заложены в проектную документацию, в правила проектирования нефтяных и газовых скважин, это размеры. Ну и вот сейчас несколько моментов, которые как минимум желательно знать. Ну а вообще, если у вас, так скажем, угораздит работать в проектировании скважины, вы будете заниматься проектированием кустовых площадок, то вашей настольной книгой будет «Правила безопасности нефтяной и газовой промышленности», где четко прописаны все безопасные расстояния между всеми объектами кустовой площадки. Ну, как минимум, что нужно для себя запомнить, то что в рамках кустовой площадки скважины рекомендуется бурить группами. То есть группа – это подразумевает несколько рядом стоящих скважин, потом есть какой-то пробел, и потом снова несколько рядом стоящих скважин. То есть это есть группа. То есть при этом расстояние между скважинами, оно может быть разным. Оно зависит от разных факторов, то есть, например, от того, какие грунты, от того, какой тип скважин и так далее. То есть, допустим, расстояние между нефтяными скважинами, оно допускается держать, может быть, 5-8 метров иногда даже. Иногда и того меньше бывает. При морском бурении разрешено расстояние между устьями скважин держать, по-моему, до 2-3 метров. Ну, то есть там очень маленькое расстояние ввиду специфики морской добычи. Когда же мы говорим, допустим, про газовые скважины, там расстояние между устьями скважин может доходить до 30 метров. То есть тут это уже накладывает здесь свое влияние именно специфика добываемого ресурса и условий, в которых мы его, собственно, и добываем. Что касается, для чего делается вот такой разрыв. То есть 15 метров – это тот минимум, который должен быть между группами скважин. Это как раз-таки делается, если, например, у нас происходит эта авария на одной из групп скважин, то есть, ну, допустим, начинают активно фонтанировать одна из скважин, то есть там сорвало фонтанную арматуру, все горит, то мы как минимум здесь можем сделать ров либо вал, который будет мешать распространению фронта огня вот в эту зону. То есть, ну, то есть как бы чистое соображение противопожарной безопасности. Ну, и есть еще тот фактор, который, я думаю, вам должны были говорить на курсе наклонно-направленного бурения либо геонавигации бурения, что мы ограничены количеством скважин на кусте из нескольких факторов. Один из этих факторов – это суммарный дебет. То есть суммарный дебет скважин на кусте не должен превышать 4000 тонн в сутки. При газовом факторе не более, по-моему, 200 кубических метров на метр нефти. Если говорить о расстоянии между скважинами, то рекомендуемое расстояние – это 5 метров между устьями скважин, то есть в рамках группы. Но здесь есть несколько «но», как я уже сказал. Это, допустим, самое минимальное допустимое расстояние – это между устьями морских скважин. Там допускается до 2 метров ввиду как раз-таки специфики их размещения, потому что у вас площадка морского назначения кустовая весьма и весьма ограничена. То есть если мы говорим про стационарную платформу, то мы бурим в рамках одной из ног опорных вот этой самой платформы. И, следовательно, мы ограничены ее габаритными размерами. Что же касается, допустим, бурения на суше, там у нас уже больше есть где разгуляться. Считается так, что расстояние между скважинами должно позволять эксплуатировать скважины любым методом. Ну а самое крупное оборудование, которое можно разместить на устье скважины – это станок-качалка. И поэтому из этих соображений тоже могут проектироваться расстояния между устьями. Есть еще такой фактор, который нередко учитывается. Это то, что нужно учитывать радиус растепления грунтов. То есть идея в том, чтобы, если мы будем вечно мерзнуть в грунтах, то между устьями скважин может быть достаточно определенное расстояние выдерживаться, ввиду того, чтобы грунты не растеплялись и чтобы устья скважины не перекашивались. То есть этот момент тоже нужно учитывать. Если говорить расстояние между кустами, то рекомендуется держать минимум 50 метров между двумя соседними кустами, между кустом и отдельно стоящей, допустим, одиночной скважиной тоже 50 метров. И между кустом и какой-то магистральной либо внутрепромысловой дорогой тоже минимум 50 метров. То есть это как раз таки обусловлено все вопросами пожарной безопасности. Если авария происходит на одном из объектов, то есть на одном из кустов, чтобы это не повлияло на работу другого объекта. Если говорить о, в целом, кустовой площадке, то что на ней должно быть? Ну, одной из рекомендаций, которые в правилах безопасности нефтяной газовой промышленности можете встретить, это наличие площадки для размещения пожарной техники. То есть на любой кустовой площадке таковая должна быть. Но не всегда она есть в каком-то явном презентабельном виде. То есть в идеале, вот вообще, как в книжке написано, это должна быть площадка с хорошим основанием, куда может приехать, разместиться пожарная техника. Но в действительности это просто какое-то отведенное, учтенное расстояние. Минимум 20 на 20 метров. Что касается расстояния между буровой установкой и какими-либо, так скажем, объектами, инфраструктурой, ну то есть служебными бытовыми помещениями, то здесь рекомендуется выдерживать расстояние высоты буровой установки плюс 10 метров. Это минимальное расстояние. То есть почему именно так? Ну, логика, я думаю, здесь должна быть понятна. Если буровая установка падает, она не должна зацепить никакое из-за строений. Это раз фактор. Ну и второй фактор, 10 метров, это разлет предметов. То есть любой объект падающий, от него может что-то отлетать, от буровой установки, естественно, тоже что-то может отлетать. И вот мы должны этот момент учесть, и вот это 10 метров, это запас от разлета каких-то предметов в сторону служебных и бытовых помещений. Если мы говорим про уже этап эксплуатации куста, скважин, то рекомендуется осуществлять следующую, так скажем, манипуляцию, скажем, по проектированию куста, чтобы у нас вот все скважины, они идут, у них это называется ось куста, да, то есть линия, по которой пробурены скважины, и чтобы по одной стороне, допустим, у нас от оси куста шли объекты различных, так скажем, оборудований, а по другую сторону, чтобы шли, допустим, объекты снабжения. Ну, то есть, вот как здесь показано, по одну сторону там всякие газопроводы, станки-качалки, станции управления и так далее, а по другую сторону именно кабельные линии для того, чтобы их запитывать. То есть это делается для того, чтобы при эксплуатации тех или иных элементов, находящихся по одну сторону куста, мы не могли повредить как раз-таки вот эти самые кабельные линии и прочие объекты. Вот так вот в общем виде может выглядеть куст, скважин, то есть кустовая площадка, правильно так сказать. И давайте разберемся, какие здесь элементы могут присутствовать. Ну, во-первых, это сама буровая установка, которая представлена обычно мышечно-лебедочным блоком, где в процессе бурения ведутся основные работы, то есть по углубке, по спускоподъемным операциям и так далее. Следующим блоком обычно после высоченно-лебедочного идет блок очистки циркуляционной системы, то есть туда приходит раствор из устья скважины, и там он очищается от выборенной горной породы. Следующим блоком идет блок растворных модулей, то есть либо блок хранения брового раствора. Иногда они объединены с блоком очистки, то есть они как бы на одном основании могут быть сделаны. Ну, здесь я именно таким образом разбиваю, чтобы было четкое осознание. То есть раствор вышел из скважины, раствор очистился, раствор пришел в блок для хранения этого самого раствора. Из блока для хранения он может насосами буровыми, из блока насосных модулей подаваться снова в скважину. То есть по факту здесь у нас осуществляется замкнутый цикл брового раствора. Раствор пришел в блок очистки, ушел после очистки в блок хранения, затем блоком насосов он закачивается снова в скважину, и так идет по замкнутому циклу. После, так скажем, основного брового оборудования располагается так называемое обеспечивающее бровое оборудование, и туда входит компрессорный блок, то есть это часть буровой остановки, которая обеспечивает ее сжатым воздухом. Но раньше, поскольку большинство объектов пользовались сжатым воздухом на буровой, это был очень важный блок. Сейчас многое оборудование переведено на гидропривода и на индивидуальные маслостанции, поэтому нельзя сказать, что буровые делаются без компрессорных блоков, все равно сжатый воздух всегда должен быть на буровой, но значимость именно этого блока стала снижаться. Далее это так называемый тиристорный модуль, либо трансформаторный модуль, энергоблок, кому как нравится. То есть здесь находится обычно то оборудование, которое отвечает за обеспечение электроэнергией бурового оборудования. И от этого блока идет трансформация. То есть сюда поступает электроэнергия от линии электропередач, либо, допустим, от дизель-генераторной станции. И она здесь преобразуется в нужный выходной ток по напряжению и, следовательно, передается уже на соответствующий исполнительный механизм. Для того, чтобы буровую связывать с какими-то объектами инфраструктуры, с объектами питания, с источниками энергии, используется часть коммуникационная. Вдоль этой коммуникационной линии идет также линия заземления, для того чтобы… Это нормальная практика, когда объект электрифицированный имеет заземляющий контур. Далее, поскольку у нас любая буровая установка, это нормальная практика, имеет как минимум два источника питания, то есть основной и вспомогательный, обычно в качестве вспомогательного используется аварийная дизельная электростанция. В связи с этим на кустовой площадке должно быть оборудование, соответствующее блок горюче-смазочных материалов, то есть который будет наполнен дизельным топливом для работы с этой самой дизельной электростанцией. Ну и непосредственно рядом с ним располагается так называемый энергоблок, то есть это самая дизельная электростанция, которая… Тут нам нужно тоже разобраться. Бывает так, что она одна стоит и ждет своего часа применения. Ну, допустим, буровая установка с электроприводом, то есть вы запитаны от линии электропередач, то есть все хорошо, работаете. Раз вырубилось электричество, вы подключаете вот этот самый энергоблок. Бывает так, что этих энергоблоков стоит два, то есть один энергоблок постоянно вырабатывает электроэнергию для того, чтобы запитывать буровую установку, а вспомогательный аварийный, он подключается в те моменты, когда нам нужно, собственно, задействовать буровую, если, допустим, вышел основной энергоблок. То есть, ну, так скажем, понятно, да, то есть это вообще нормальная практика, что на буровой всегда имеется все с запасом, да, там два шаровых крана, два, там, источника энергии, два, там, пульта управления превентарами и так далее. То есть это, ну, как бы именно стандартная подстрафовка. Блок дополнительных емкостей. Если говорить о блоке дополнительных емкостей, то это такая часть, которая, она может стоять отдельно, где-то там на краю, она может где-то быть рядом с буровой установкой. Это уже вопрос размещения. И здесь располагаются емкости с раствором, который мы напрямую не задействуем в процессе бурения, но который готов к непременному воду в работу. Ну, то есть, например, если у вас пошло какое-то адское катастрофическое поглощение, да, и вы хлоп можете его применить. Либо, например, другая ситуация у вас началась, наоборот, газо-нефть и водопроявление, и вам нужно срочно утяжелить буровой раствор для того, чтобы скважину заглушить. То есть, вот этот блок дополнительных емкостей вы будете задействовать. Далее, водонефтяная емкость. Что касается водонефтяной емкости, это емкость, которая заполняется нефтью и водой для различных технических целей. Ну, то есть, в частности, нефть может использоваться, допустим, для нефтяных ванн при ликвидации прихватов, а вода, она может использоваться для нужд котельной, к примеру, либо еще для каких-то целей. То есть, тут уже вопросы могут быть по-разному, вопросы ее применения используются, но в любом случае запас воды нужен. Что касается нефти. Раньше в качестве нефти, вот таких нефтяных емкостях, чаще всего использовалась сырая нефть. Сейчас, насколько мне известно, по нормативным документам применение сырой нефти на месторождениях запрещено. Но это обусловлено тем, что она может дегазироваться и, собственно, создавать опасность детонации, то есть опасность взрыва. Если говорить о том, какая нефть должна применяться, это должна уже подготовленная, то есть прошедшая первичную обработку, как минимум дегазацию нефти, то есть для того, чтобы она была не опасна, как минимум для проведения технологических операций и достаточно стабильная. Есть еще такая штука, она называется пожарный водоем. Но она выполняется в разном виде. Вот здесь я нашел такую фотографию. Чаще всего в качестве пожарного водоема создается амбар отдельный, то есть это просто, ну, так скажем, выкопанная, назовем так, яма, заполненная водой. То есть, ну, и здесь она в таком виде представлена, то есть это уже вопрос, опять же, конкретной кустовой площадки. И пожарный водоем нужен для того, чтобы иметь стратегический запас воды для непосредственного тушения от серьезного возгорания на буровой. То есть тут нужно себе отдавать отчет, то, что если у вас, допустим, пожарная техника к вам приехала пожар тушить на буровую, то, ну, как минимум, она обычно едет на легте, если есть такая возможность. Если они знают то, что есть, откуда воду брать. Либо даже если они приедут заполненные, то они воду всю сольют буквально за несколько минут. То есть вот эти все запасы, которые может вести в себе пожарный автомобиль, он недостаточно большой. И как раз-таки этот пожарный водоем, он нужен для восполнения ресурса пожарного автомобиля. Котельная, ну, куда без нее. Она нужна для того, чтобы производить отопление. Ну, здесь вполне логично все. Даже не знаю, что еще можно про нее рассказать. Коммуникация жилого городка, ну, то есть, в частности, коммуникация жилого городка это заземления, опять же, линии заземления, линии электричества, которые могут идти от энергоблока, и, конечно же, связь с котельной, то есть, чтобы там везде было все тепло. Вот так вот выглядит жилой городок. Ранее жилые городки, они делались на постоянном основании, то есть, ну, как дома строились даже. Сейчас нормальной практикой является использование так называемых балков либо вагончиков, потому что это выгоднее, быстрее и эффективнее. Хотя вариации бывают различные. То есть, ну, вот здесь стандартная схема представлена. Ну, допустим, мне помнится, у фирмы «Рус Империал Групп» была своя схема жилого городка, которая подразумевала единый модуль. То есть, когда все вагончики соединялись с единым коридором, и это было как такое, ну, своего рода общежитие на месторождении. И, конечно, шламовые амбары. Ну, здесь они на схеме показаны именно на таким каким-то расчленном виде, но чаще всего шламовый амбар выполняется так, как показано на фотографии. То есть, протяженная земляная выработка, то есть, определенного объема, куда будет сливаться буровой раствор и отходы бурения, которые у нас возникают в процессе строительства. Соскважин. Основные моменты, которые мы должны для себя учитывать, то есть, основные аспекты, на которые мы должны делать акцент своего внимания при проектировании кустовых площадок, это, ну, для начала, то, что необходимо рационально использовать строительные площадки, то есть, именно подразумевается, как буровую площадку. То есть, не должно быть так, что вы взяли там 43 гектара, отчуждили, да, земли, а вам нужно оттуда всего лишь два. То есть, это должно быть все максимально рационально использоваться, то есть, с учетом безопасных расстояний. При этом, это должно учитывать возможность ускоренной сборки, разборки оборудования. То есть, понятно, что, ну, с одной стороны, нас поджимает экологическое законодательство, которое говорит, ребят, чем меньше вы земли будете отчуждать, тем меньше вам и сдержек платить. Но, с другой стороны, мы тоже должны понимать, что если мы возьмем пятачок, там, два на два метра, то, следовательно, мы на нем будем разворачиваться очень и очень долго. И это, конечно, тоже нас ограничит во временных рамках. Поэтому мы должны выбрать в идеале золотую середину. По каким критериям по итогу выбираются размеры кустовой площадки? Ну, во-первых, это количество скважин и способ их группировки. То есть, я уже вам про это говорил сегодня, то, что в зависимости от того, какие скважины, определяется расстояние между ними, там, расстояние между группами скважин регламентировано и так далее. Далее. Это безопасное расстояние между объектами буровой инфраструктуры, то есть, между буровой установкой, жилым городком и так далее. То есть, это все прописано в правилах безопасности нефтяной и газовой промышленности. Я мог бы вам привести, конечно, сюда целую такую огромную таблицу с тем, что, откуда, на каком расстоянии должно находиться, но не вижу в этом большого смысла. По простой причине, потому что, а вопрос, зачем, если вы точно так же это можете поднять из правил нефтяной и газовой промышленности. Вот. Далее. Ну и, конечно же, мы должны руководствоваться при проектировании кустовых площадок правилами безопасности. Но здесь два основных, так скажем, направления безопасности, которые мы должны учитывать. Это правила безопасности эксплуатации электрических установок и правила противопожарной безопасности. Они как раз-таки тоже будут влиять на размеры и расстояния, которые имеют место быть при бурении кустовым методом. Саму по себе буровую установку можно, кустовую площадку можно разделить на три зоны. То есть зона А – это там, где ведется А основное бурение, то есть основные работы. И в этой зоне она должна быть наилучшим образом утрамбована, выровнена и должна спокойно выдерживать вес буровой установки. Зона В – это зона, где статические нагрузки преобладают. Это зона стеллажей различных. Там, где стеллажи труб, где стеллажи химреагентов и так далее. Но такая площадка, она тоже должна обладать хорошей устойчивостью, хорошей несущей способностью, но уже к ней не такие жесткие требования, как, допустим, к зоне А. И зона В – это зона, которая отвечает на кустовой площадке за подвоз, отвоз оборудования для монтаж-демонтаж и так далее. Там ведутся мелкие работы, поэтому можно формально считать, что это самая такая негрузонесущая зона должна быть по своей конструкции. Сама по себе буровая установка, она устанавливается на фундамент. Это нормальная практика, то есть фундамент нужен как несущие основания для того, чтобы не было перекосов буровой установки, для того, чтобы не было превышения усилий на грунт и чтобы грунт не проседал. Основные требования, которые мы предъявляем к фундаменту буровой установки, это чтобы не превышались нормативные значения нагрузок на грунты. Вот здесь на слайде у нас как раз таки приведены основные нормативные показатели, то есть какая условная нагрузка на грунт не должна превышаться, удельная нагрузка, при проектировании фундамента. То есть здесь идея, как это делается. Вы берете, считаете, сколько весит вся ваша буровая установка, вот все-все-все, что у вас есть, вся масса вашего оборудования на едином основании, и получается у вас, допустим, 450 тонн, к примеру. И вы, зная, какую нагрузку вы не должны превышать, вы берете и делите вот эти свои 450 тонн на вот эту величину нормативную, ну там сколько-то паскаль, да, там 0,12 мегапаскаль или так далее. То есть тут уже по характеристикам грунтов выбираете. То есть поделив нагрузку на давление удельное, вы сможете определить, а какая площадь минимального вашего фундамента должна быть. И вы, допустим, сможете понять, что для того, чтобы свои 450 тонн оборудования спокойно держать, вам достаточно там площадь фундамента иметь там 50 квадратных метров. И вы из этих соображений уже его и будете проектировать. То есть обычно именно таким образом это и делается. Ну понятно, что каждый раз фундамент не пересчитывается, то есть обычно он берется с таким стабильным, хорошим запасом и вопросов не возникает. Но сама методология, она именно такая. Что касается самих фундаментов. Фундаменты бывают разного типа. Они могут делаться из специальных материалов, то есть из металлоконструкций, могут делаться из бетона, но зачастую правильно вообще подбирать такие конструкции и такие материалы для фундаментов, чтобы вы получили минимальные материальные затраты и минимальные сроки строительства. Понятно, что круче всего это взять, конечно же, вот взял железобетонные плиты, бахнул их, все, сказка ровно, жестко и так далее. Ну, как их там привезти за тысячу километров порой. И поэтому иногда приходится выходить из тех моментов, смотреть, что вам нужно, какой вес разместить и что у вас для этого есть. Сами по себе фундаменты должны помимо того, что выдерживать какую-то нагрузку, они еще и должны нагрузки разнофакторные выдерживать. То есть я о чем имею в виду, здесь это вибрации, потому что оборудование буровое вибрирует, то есть значит фундамент должен обладать демпфирующими свойствами. Статику, понятно, он должен держать на себе весь вес, ну, плюс еще и динамика. То есть при спускоподъемных операциях у вас создаются динамические нагрузки на фундамент, иногда даже ударные, особенно, допустим, при ликвидации прихвата. То есть по факту фундамент буровой установки, он держит многофакторную нагрузку на себе. Это тоже желательно учитывать. В идеале для того, чтобы спланировать буровую площадку под одиночную скважину, либо даже под кустовую, необходимо ее грамотно выровнять. Это тоже важный момент. То есть нельзя, чтобы ваша буровая площадка была абы как вся кривая, косая, с уклонами и так далее. Почему это критично? Потому что при забуривании, особенно при кустовом бурении, у вас должна соблюдаться вертикальность начального участка бурения, чтобы не привести к пересечению стволов соседних скважин. Это важный момент. И считается то, что отклонение от горизонтальности должно составлять не более 10 мм. То есть это нужно для того, чтобы как раз-таки безопасно забуривать вертикальные участки стволов скважин, рядом располагающихся. Для этого рекомендуется планировку территории под кустовое основание делать и даже под любую буровую площадку делать с помощью нивелира. Здесь как раз-таки указано, что кустовая площадка должна выполняться горизонтально, уклон допускается не более 10 мм на 2 м. Ну и логика должна быть такова, что кустовая площадка в идеале должна быть так спроектирована, чтобы уклон был в сторону шламового амбара. То есть чтобы все сточные воды уходили, не находились где-то там рядом перед буровой, а чтобы они по возможности стихали в шламовый амбар по налаженной гидросети именно в рамках кустовой площадки. Но с этим надо отметить то, что у нас бывают проблемы с проектированием водоотвода на кустовых площадках. Но тут тоже, как говорится, не все так просто. То есть легко написать на бумаге, что вот там держи такой уклон, вода пусть стекает туда, но в реалиях, допустим, строительство кустовой площадки не всегда это выполним. Что касается размеров кустовой площадки, то они могут быть совершенно разными, зависит от количества скважин. То есть максимум, тот максимум, который существует в истории бурения, это 68 скважин на одном кусте. Что касается, что нас ограничивает в рамках количества строительства скважин на кусте. То есть тут это должно было вам даваться в рамках курса геонавигации в бурении. Тут три фактора мы учитываем. Это вопрос пожарной безопасности. То есть суммарный дебет не должен превышать 4000 тонн в сутки. Про это я говорил. Технические возможности бурового оборудования. То есть в какой-то момент вы просто с помощью своей буровой установки не сможете обеспечить бурение скважины с таким отходом от вертикали, который подразумевает, допустим, 70-ю скважину. То есть это в любом случае есть такие ограничения. Ну и, конечно же, себестоимость бурения. То есть чем длиннее скважина, чем более она искривленная, тем она дороже. И в какой-то момент затраты от того, что вы будете тратить на бурение, они могут даже превысить, собственно, ту прибыль, которую вы бы хотели получить от скважины. То есть понятно, что любая скважина на себя окупит с высокой вероятностью. Но имеется в виду, есть понятие так называемой быстрой прибыли, то есть которая должна быть получена в короткие сроки. То есть условно скважина будет считаться успешной, если она себя окупила, например, за два года. Если у вас скважина окупит себя за четыре года и уйдет в прибыль, она все равно будет ее приносить, но это уже будет не так хорошо, как хотелось бы. И вот как раз-таки мы здесь тоже ограничиваемся и говорим, ну а зачем нам бурить там, допустим, лишние скважины, если они себя будут окупать там неизвестно сколько времени. Сама схема кустовой площадки, она выстраивается обычно вот таким образом, то есть три зоны. Основная, вспомогательная и соцкультбыт. То есть, ну понятно, основная, где основные работы ведутся, вспомогательные – это стеллажи, и соцкультбыт – это где люди живут. Собственно, длина основной площадки, она зависит от количества скважин и от расстояния между ними. То есть, ну тут может величина, вот это расстояние, оно может каким угодно быть, оно может варьироваться. Важно для себя запомнить, что на основной части площадки мы закладываем две зоны. То есть, где-то минимум 20 метров мы закладываем в начале площадки для того, чтобы можно было спокойно проводить монтаж буровой установки. И где-то метров 20-25 минимум в конце зоны для того, чтобы можно было произвести демонтаж. То есть, грубо говоря, если у вас все скважины находятся на расстоянии условно 150 метров, значит общая длина площадки будет метров 200 где-то. То есть, с учетом запаса перед и после. То есть, чтобы это тоже закладывалось. Ширина основной площадки зависит от параметра высоченно-лебедочного блока. То есть, ну, допустим, если говорить про стандартные высоченно-лебедочные блоки, то есть 4-5 класса буровые, то есть это на 3-4 километра по глубине бурения, то у них ширина вот этой основной зоны она обычно составляет метров 70. То есть, опять же, с запасом. То есть не впритык берется, а именно с запасом, чтобы там техника могла ездить тоже. Ну и в рамках основной зоны как раз-таки располагается все основное оборудование буровой установки, которое здесь перечислено. Ну и на схеме мы его уже рассматривали. Что касается габаритов вспомогательной площадки. Вспомогательная площадка, ее габариты определяются из тех соображений, собственно, что мы там будем размещать, какие склады. И бывает так, что в рамках одной кустовой, вот на одной кустовой мы располагаем склады для нескольких соседних кустовых площадок. То есть получается так, что на тех кустовых площадках склады как бы убраны. То есть складские вот эти зоны отсутствуют. А на нашей, а эта площадка, она просто больше намного. Бывает так, что каждая кустовая площадка имеет свою вспомогательную площадку, где, собственно, и хранится основной инвентарь. То есть это обсадные трубы, запас бурильных труб, прочие там, допустим, какие-то элементы бурового оборудования, химреагенты и так далее. Но сама по себе эта площадка, она представляет собой просто отдельную зону, иногда имеющую какие-то навесные части, для защиты от осадков и прочих внешних воздействий. помимо, так скажем, различных складских помещений, здесь размещается вспомогательное оборудование, котельный блок, подстанции, технологические емкости. То есть это, как бы, тоже дополнительные элементы, которые входят в состав вспомогательной части кустовой площадки. Но что касается конструкций самих по себе оснований кустовых, они бывают различные. То есть редко, когда мы приехали, просто и начали бурить. Чаще всего кустовые основания, они проектируются предварительно и из соображений несущей способности грунтов уже выстраиваются. Давайте посмотрим, какие они бывают. Бывает лежнево-насыпное основание, то есть оно обычно в таежных зонах, в таежно-болотистых зонах делается. То есть вырубается лес, который имеется здесь под рукой, выкладывается вот таким по типу колодца. То есть кто знает, что такое там костер по принципу колодца, вот здесь он показан. То есть сначала деревья вдоль площадки, а потом деревья поперек площадки. То есть получается такая сеточка, как бы армирующая из дерева. Сверху отсыпается глина, слой глинистого грунта, потом слой песчаного грунта, где будет размещаться наше оборудование боровое. И делается обваловка опять же из глинистого грунта. Причем обратите внимание, что вот одна часть площадки у нас таким образом выполнена, а другая часть площадки выполнена таким образом. То есть мы видим то, что песчаная часть, она проходит сквозь обваловку за пределы кустовой площадки. Для чего так делается? Это делается с той целью, чтобы, видите, уклон идет вот в эту сторону. То есть он, следовательно, водоотвод будет вестись через песчаный грунт, поскольку он хорошо дренирует воду, и он будет выводиться за пределы кустовой площадки и стекать. Другой вариант – это лежнево-насыпное основание, когда деревья выкладываются в один слой. Ну то есть предыдущий вариант, он чем характерен? У него несущая способность хорошая, но при этом должно быть, конечно, леса под рукой достаточно много. То есть все, что мы вырубим, то есть мы будем использовать. Если лесных насаждений не так много, то мы лежневку можем выкладывать просто в один слой, то есть параллельно, и точно так же производить отсыпку, как здесь показано. То есть большой принципиальной разницы конструктивной нет, только в количестве лежневого настила. Ну, понятно, то что предыдущая вот эта конструкция, она лучше себя зарекомендовывает на менее несущих грунтах. То есть чем, так скажем, грунт менее устойчивый, тем, собственно, более эффективно вот такой тип площадки использовать. Вот такой тип конструкции, площадки, отсыпки, он уже характерен, так скажем, для более устойчивых грунтов. И бывает так, что у нас, например, присутствует достаточно много торфа в составе, так скажем, грунтов, где мы будем сооружать нашу кустовую площадку. И в этих случаях нередко делают большую отсыпку торфяным грунтом, то есть торфом в большом количестве. То есть он отсыпается под лежневым настилом, причем достаточно в большом количестве. То есть сначала вот здесь показано, делается отсыпка минеральным грунтом, он зеленым цветом показан. Потом делается на нем отсыпка в виде одного типа торфа, потом другого типа торфа, и потом уже идет лежневка и точно так же глина, песок глины. Чем хорош торф? То, что он в принципе хорошо пропускает через себя влагу и он обладает неплохой несуществоспособностью, если он в достаточно большом количестве находится. Ну, учитывая то, что если у вас есть возможность доступа к большим объемам торфа, то для вас это выигрыш в принципе в затратах на строительство вот этой самой кустовой площадки. То есть вы просто банально выигрываете в том, что вам нужно меньше строительных материалов другого типа привозить. Один из самых тоже простых методов – это насыпное основание. То есть здесь все просто. У вас есть какой-то грунт, вы на нем делаете отсыпку глинистым грунтом, сверху песчаным грунтом и делаете обваловку. То есть один из самых простых вариантов, но это понятно, что не на болотах. То есть это уже, так скажем, те случаи, когда у нас достаточно устойчивое основание и когда нам не требуется сверхмного усилий для того, чтобы осуществить вот эту отсыпку. То есть не требуется обеспечивать высокую ее несущую способность. То есть здесь именно уже подход для более устойчивых грунтов. Есть варианты, когда, допустим, вам приходится делать кустовую площадку на болотах. Это намывной тип кустовых площадок достаточно интересный. И он осуществляется следующим образом. То есть делается берма. То есть что такое берма? Это по кругу, по периметру площадки выкладывается так называемый забор, назовем его так, который не позволяет растекаться к грунту, который мы будем намывать. Потом с помощью специальных намывных судов мы сюда накачиваем глинистый грунт со дна болота. То есть туда прямо намываем его, намываем, намываем. То есть понятно, что изначально он представляет собой жижу, но постепенно спрессовываясь, он приобретает достаточно плотную структуру. Вода, которая от него отделяется, она либо высыхает, либо откачивается. То есть тут уже по-разному это все дело осуществляется. И вот намыв ведется до того момента, пока мы не намоем достаточной мощности основания, с которыми можно вести спокойно работу. Один из самых на данный момент распространенных способов создания кустовых оснований – это с применением синтетических материалов. То есть это когда вместо лежневого настила используется специальное геотекстильное полотно. Оно представляется, по правде похоже на ткань, но эта ткань с такой, получается, жесткой структурой, с армирующей структурой. Вы ее размещаете в несколько слоев, и она как бы, получается, создает эффект лежневого настила, только очень тонкого. И уже поверх этого вы делаете стандартную отсыпку. То есть сам по себе дарнит, он применяется не только, допустим, в бурении тиногазовой скважины. Вот здесь пример как раз-таки в дорожном строительстве. Выглядит он таким образом. То есть берется, формируется раскатка вот этих слоев дарнита, и делается отсыпка поверх него. То есть благодаря своей структуре геотекстильное полотно обладает неплохой несущей способностью. Какие плюсы у данного материала? Во-первых, если мы делаем несколько слоев, нам удобно прокладывать этот слой дарнита, чтобы они не перемешивались. То есть есть разные слои стройматериала. Во-вторых, он обеспечивает уменьшение объемов отсыпки и позволяет получать неплохую несущую способность благодаря своей конструкции. Потому что одно дело лежневый настил – это все равно отдельные бревна. А другое дело – это единое полотно, которое, естественно, будет лучше себя зарекомендовать. Ну и, наверное, самый лучший вариант кустового основания – это естественное. То есть когда ты можешь взять, приехать, разместить буровое оборудование и сразу бурить. Но это, конечно же, должны быть весьма хорошие понесущие способности грунты. Что касается шламовых амбаров. Шламовые амбары – это специальное оборудование. Ну, не оборудование, а, наверное, земляная выработка, которая необходима для того, чтобы туда сбрасывать отходы в процессе бурения. Бывают, понятно, что буровые без шламовых амбаров, бывают буровые со шламовыми амбарами. И такой вариант возможен. Но мы поговорим именно сегодня о шламовых амбарах. То есть сами по себе объем шламового амбара проектируется в усредненном значении на одну скважину. То есть по факту вообще считается, что вот здесь такая статистика приведена, какой объем шламового амбара должен под какой тип скважины применяться. То есть вот здесь это приведено на слайде. Но вообще объем шламового амбара можно посчитать. То есть объем, исходя из отходов бурения, которые у нас ожидаются. То есть и вот расчет объема шламового амбара, он ведется вот по такой формуле. То есть он ведется согласно руководящему документу 51.196. И мы берем 110%, то есть 10% сверхзапаса от суммы объема шлама, объема отработанного бурового раствора и объема буровых сточных вод, которые у нас будут возникать в процессе бурения. Объем шлама считается как 120% от объема скважины с учетом коэффициента кавернозности. То есть вы посчитали объем скважины, который вам придется выбурить, то есть сколько будет горной породы, и умножаете еще на 120% для того, чтобы получить определенный запас. Далее объем отработанного бурового раствора, он считается тоже через объем скважины. То есть здесь учитывается это значение. А также с учетом коэффициента и объема циркуляционной системы. То есть это стандартные формулы, которые в проектировочных расчетах применяются. Несмотря на то, что бывают случаи, когда, например, вы буровой раствор и не сбрасываете в шламовый амбар. Например, если у вас раствор на углеводородной основе. Вы его можете забрать и увезти на другую скважину. Но все равно этот расчет вы проводите, чтобы все равно учесть запас. Потому что мало ли чего, потому что все равно идут дожди и так далее. И все равно это все стекает в шламовый амбар. И лучше иметь всегда запас по его объему, чем потом в процессе ведения работы мучиться с откачкой оттуда какой-то лишней жидкости. Ну и, собственно, объем буровых сточных вод берется как 25% от объема оборотной воды. То есть, опять же, тут нет никакого четко обусловленного значения, почему именно 25%. Но это просто по опыту строительства скважин. Собственно, что касается применения конкретного типа шламовых амбаров в том или ином случае. То есть, бывает несколько типов шламовых амбаров, и они могут делаться разными методами. Это все зависит от того, где мы работаем. Если мы работаем на достаточно устойчивых грунтах, либо устойчивые грунты, либо, допустим, болото первого типа. То есть, болото первого типа – это там, где вы можете спокойно ходить и не бояться, что вы утонете. То есть, там берутся и делаются ленточные шламовые амбары. Если у нас есть достаточное количество влаги, грунты неустойчивые, то в этом случае делаются амбары чаще всего секционного типа. То есть, секционного типа – это… у него форма немного отличается от ленточного. Дальше я объясню, в чем между ними разница. То есть, ну вот здесь как раз-таки ленточный амбар, он показан с высоты птичьего полета. То есть, он вытянут, похож на ленту. Бывают одноленточные и двухленточные амбары. В чем, собственно, идея и интерес двухленточного амбара? Я сейчас расскажу. Сам по себе шламовый амбар, он выполняется вот в таком виде. То есть, он выкапывается, то есть, выкапывается как ров. И после этого он выкладывается глинистым материалом. Ну, либо если стенки сложены и так глиной, то, в принципе, не нужно никакой выкладки делать. То есть, просто идет трамбовка и выкладка полимерной пленкой. Это нужно для того, чтобы вся химия, вся вот эта, так скажем, отходы бурения, чтобы они не просачивались непосредственно в грунт. Вот таким образом подготавливается шламовый амбар. Сам по себе шламовый амбар можно сделать в виде одной ленты. То есть, такое часто делается. Ну, я бы даже сказал, наверное, чаще всего. Хотя иногда можно встретить и двухленточные шламовые амбары достаточно интересной конструкции. То есть, их идея в том, что два амбара делаются параллельно друг к другу. И между ними делается труба переливная. То есть, для чего это нужно? То есть, вот здесь у вас, грубо говоря, буровая установочка находится. Она сбрасывает свои отходы в первый шламовый амбар. Здесь эти отходы копятся. Более тяжелые отходы, они оседают вниз. Более жидкие отходы, они по трубе перекатываются во вторую часть, вот в эту часть амбара. И здесь они аккумулируются. То есть, здесь получаются более тяжелые осадки. Здесь более жидкие осадки, которые можно каким-то образом откачивать и утилизировать сразу. То есть, это нужно для того, чтобы разделять между собой отходы по фракциям. Ну и, так скажем, легче производить утилизацию. А вот так вот выглядит секционный амбар. То есть, суть секционного амбара заключается в том, что у него вот такие делаются приступки. И тут идут как отдельные секции этого амбара. Почему именно он используется на слабонесущих грунтах, объясню. Потому что именно вот эта конструкция, она обуславливает, как он строится. То есть, вот на вот эти приступки заезжает экскаватор, и он выкапывает вот эти вот зоны. То есть, обычно ленточный амбар, он делается с помощью такой машины, как скрепер. То есть, он берет и, проезжая, захватывает большой объем грунта. Но на слабых грунтах скрепер будет себя плохо чувствовать, он будет вязнуть. И поэтому с помощью экскаватора вот вырываются вот такие секционные элементы, которые и выполняют роль шламового амбара. Итак, коллеги, на этом у нас лекция окончена. Продолжение следует...